Для того, чтобы правильно инвестировать на рынке недвижимости, важно не только правильно выбрать объект, но и на самом деле правильно задать себе вопрос. Потому что в большинстве случаев для каждого инвестора, для каждого покупателя недвижимости существуют абсолютно разные стратегии. И вы мне часто задаете вопросы. Я заметил, что за последние несколько лет в рамках существования канала Smart вы научились уже более правильно формулировать вопросы, формулировать свои цели, формулировать свои задачи. И я отобрал 10 лучших и интересных вопросов, которые, во-первых, будут полезны всей аудитории на YouTube, кто инвестирует в недвижку. Ну и в целом это вопросы наших подписчиков, наших спонсоров на Boosty, которым я благодарен. Поэтому если вы хотите поддержать наш канал и задавать вопросы, чтобы я задал ваш вопрос в одном из видео, то можете становиться спонсором на Boosty. Ссылочка есть в описании. Ну а мы начинаем видео 10 ответов на вопросы про инвестиции в недвижимость. С вами Зубик Викторов, канал Smart про недвижимость. Поехали! Начнем с самого важного первого вопроса. Вас очень интересует ставка 0.1. Итак, первый вопрос. Вижу, что Пик планомерно убирает ставку 0.1 из своих проектов. Осталось уже не так много ЖК, в которых такая ставка есть. Остальные новые проекты уже стартуют под 0.9. Вопрос. Может быть, у кого-то есть инсайды, условно, от менеджеров или секретной информации от Пика. Поделитесь, какие планы у застройщиков по данной стратегии. Отказаться во всех ЖК или может тестить и снова вернуть. Смотрите. Первое, во-первых, что нужно понимать. Инвестиции под ставкой 0.1 невозможно, да. Если вы покупаете квартиру со ставкой 0.1, то вы сможете продать минимум через 5 лет. Это цикл инвестиций 5-10 лет. Если вы покупаете квартиру для себя, супер, это отличная возможность. Особенно, если вас устраивает Пика квартира с отделкой, все супер. Но, если вы хотите купить квартиру на перепродажу, как инвестиции, со ставкой 0.1, просто-напросто, ну, забудьте про это. Это невозможно. Дальше начнем разбираться. Действительно, Пик стал тестить ставку 0.9. То есть, они тестируют сейчас, насколько сильно поменяется спрос, условно, при ставке 0.1 и при ставке 0.9. Потому что, на самом деле, многие застройщики, там, Инград, например, у них вообще ставка 1%. Да, у них нету ставки, там, 0.1 или, там, 0%. И, на самом деле, при ставке уже 1%, переплата появляется, ну, довольно серьезная. То есть, условно, у вас, там, на 10 миллионов долга будет минимум уже 10 тысяч, там, условно, 100 тысяч чем-то, там, 120 тысяч в год уже переплатите процентов. И для застройщика это существенная разница. И застройщики, и банки сейчас пытаются понять, насколько уменьшится спрос, да, или будет ли он еще меняться, если, например, вам дадут ставку 0.9, там, 0.99%. Поэтому, однозначно сказать, будет ли пик убирать ставку, там, 0%, ну, невозможно. Но мне кажется, на самом деле, в рамках, вот, субсидий они потестили, они подняли спрос под 0%. И сейчас, я думаю, застройщики перейдут, скорее, все-таки на ставку, там, 0.9, потому что при нулевой ставке все-таки сильно большое завышение и действительно неинтересно. Потому что, если вот смотреть на пик варианта в рамках инвеста, мы недавно вот с одним клиентом смотрели очень интересную программу 1.99. То есть, классный лот, цена ниже рыночной стоимости объекта и, соответственно, ставка 1.99, то есть, не такая большая переплата. Поэтому, на мой взгляд, бежать в нулевую ипотеку или, типа, сейчас бежать, что вот, пик сейчас уберет нулевую ставку, нужно вас, как сказать, впрыгнуть, да, вот это вот в последний уходящий поиск купить квартиру, мне кажется, это неправильно, а все-таки важнее цена, по которой вы покупаете. И важно понимать, чтобы цена даже при нулевой ипотеке была ниже рыночной стоимости объекта. Потому что, ну, еще раз повторюсь, надеяться на рост рынка недвижимости – это бесполезно, бессмысленно. Все вот эти вот сказки про рост рынка недвижимости заканчиваются не плюсом, а отрицательной доходностью. Посмотрите на инвесторов в Сидней Сити, посмотрите инвесторов в СК с рассрочками, пообщайтесь с ними и поймете, что люди не заработали 4 миллиона на вложенный аванс 4 миллиона, а потеряли уже 2-3 миллиона минимум. Второй вопрос. Что? Цены уже опять вверх по графику, опять все растет? Мне нравятся такие вопросы, потому что на самом деле многие часто пытаются меня троллить или как-то комментировать, что условно Виктор и Смарен, да, вот моя компания Смарт, мы заинтересованы в росте рынка недвижимости, в росте цен. Первое. Мы не заинтересованы в росте цен недвижимости, потому что чем дороже недвижка, тем ниже доходность по аренде, потому что как раз таки аренда очень прямо пропорционально зависит от доходов населения. Сейчас объективно доходы населения падают, инфляция растет, то есть условно свободных денег у людей не так много остается, и рынок аренды все увидели, просел условно на 10-20%, то есть раньше квартира, не знаю, сдавалась за 60, сейчас ее цена 49 900. Вот соседи как раз тоже нам про это говорят. То есть, например, если раньше квартира сдавала за 60 тысяч рублей, то сейчас ее рыночная цена, чтобы сдать в аренде, будет 49 900, 50 тысяч рублей. То есть условно падение там на, получается, чуть меньше 20% от ее раньше рыночной стоимости. И самое важное, что я всегда говорю на своем канале и в рамках своих инвестиций, что, ребята, если вы покупаете недвижимость в строящейся, она должна быть ниже рыночной стоимости аналогичной квартире. То есть в готовом доме, в аналогичном классе, там соседний ЖК, ну и понятное дело, что можно посмотреть по уступке, можно посмотреть по реальным сделкам. То есть, например, соседний ЖК готовы стоить 10 миллионов за однокомнатную квартиру, а вы у застройщика покупаете такую за 7 миллионов рублей. И там дом будет строиться в течение трех лет, вот, соответственно, прирост получается плюс 30-40% к моменту ввода эксплуатации. Плюс мы должны добавить риски, связанные с тем, что насколько может упасть рынок недвижимости. Например, мы видим, что рынок недвижимости может упасть на 20%, значит, квартира будет стоить не 10 миллионов, а 8 миллионов через несколько лет. Но мы ее купили за 7 миллионов рублей. И плюс мы всегда учитываем, что мы будем делать с объектом, если мы не сможем его перепродать. Есть ли у нас деньги на меблировку, есть ли у нас деньги на ремонт, сколько будет стоить у нас арендная ставка, если мы будем сдавать эту квартиру, сколько мы получаем дохода, какие расходы у нас будут. То есть, если это апартаменты, там, или ЖК бизнес-класс, какая у нас будет коммуналка. И дальше, что мы будем делать через несколько лет. Плюс, если у нас квартира в ипотеке, будет ли у нас ипотечный платеж меньше, чем арендный доход, чистый арендный доход. Поэтому факторов очень много, мы никак не заинтересованы в росте рынка недвижимости, а наоборот, хотим, чтобы благодаря нашему контенту, информации и стримам не наделали глупых ошибок и не верили в святой рост рынка недвижимости. Есть инфляция, это отдельный момент. Инфляция, конечно же, рынок недвижимости не растет прям пропорционально той же инфляции, это опять же те же заблуждения. И, как всегда, еще раз, самое важное, это стратегия и подход. Вот если есть стратегия, все замечательно. У всех клиентов смарт вообще нет никаких проблем сейчас те, кто купили недвижимость за последние несколько лет. А те, кто даже в 2021 году на растущем рынке сделали инвестиции, многие уже потеряли деньги и многие сейчас фиксируют убытки. Третий вопрос. Очень популярный. За какое время должны окупиться вложения и ремонт плюс мебелировка? То есть, например, в одном ЖК, не бизнес-класс, например, возьмем ЖК-комфорт-класс, вот мы здесь снимаем в Скандинавии тоже. Там, например, в ЖК, например, при одинаковой цене сдается студия 23 метра с красивым дорогим ремонтом и однушка 32 метра с обычным ремонтом. Какую квартиру выберет арендатор? Смотрите, если мы говорим вообще про ЖК-комфорт-класса, то в большинстве случаев арендатор выберет однушку с обычным ремонтом, чем студию с дорогим ремонтом. Потому что в студии, смотрите, делать ремонт бизнес-класса в ЖК, где квартиры там сдаются, там, студии по 30-40 тысяч рублей, это самоубийство. Это очень глупо и неправильно. Именно поэтому многие клиенты приходят к нам в Смаран за мебелировкой или за ремонтом, потому что мы конкретно знаем, какое качество ремонта и мебелировки должно быть в этом ЖК, в этом районе относительно средней аренной доходности по ЖК в рамках года. Поэтому арендатор, конечно же, выберет все равно подешевле, но объективно. С учетом еще снижения доходов населения, высокой инфляции, хотел двушку снимет, соответственно, однушку и возьмет ее там с обычным ремонтом. За какое время должно окупиться вложение и ремонт мебелировка? Нет такой формулы. Нет такой замечательной формулы, что мебелировка должна окупаться за год, а ремонт должен окупаться, там, не знаю, за 3 года. Нет. Потому что ремонт и мебелировка – это вкусовщина в большинстве случаев. И самое важное, на самом деле, просто делать правильный ремонт, то есть делать правильные вложения в него, то есть не переплачивать и не делать слишком дешево относительно качества ЖК. То же самое с мебелировкой. Чтобы, если ваша квартира стоит 10 миллионов без ремонта и мебелировки, например, вы сделали за 2 миллиона ремонт, за миллион мебелировку, например, от того вложения 3 составили, а в рынке такая готовая квартира должна стоить 14-15, да, то есть мы отталкиваемся от рыночной стоимости, чтобы не было такого, что в рынке стоит квартира 12, а мы сделали ремонт и мебелировку и у нас получилось 13 миллионов рублей, 12 тоже с ремонтом и с мебелью, понятно, ну с адекватным. Поэтому самое важное это правильный выбор необходимого пакета, да, для вашей квартиры относительно средней арены доходности, относительно самого класса жилья, относительно типа арендаторов и, конечно же, относительно рыночной стоимости объекта. Четвертый вопрос. Когда вы считаете окупаемой стратегией buy-to-rent, вы учитываете ли вы расходы на налоги, косметический ремонт, например, раз в несколько лет, то есть мне кажется, говорят, неправильно сравнивать платеж по ипотеке с доходом аренды, ну типа не совсем корректно. Все правильно. То есть условно напрямую сравнивать ипотека, например, 50 тысяч рублей, а платеж там за квартиру 55 тысяч рублей или те же 50, некорректно, потому что 50 тысяч нужно заплатить еще налог 6%, это 3 тысячи рублей, коммуналочка в районе 3 тысяч рублей, плюс, возможно, действительно могут быть какие-то определенные простои, потому что нужно считать годовую доходность не 50 на 12, 600 тысяч, а 50 на 10. Я говорю в стратегии buy-to-rent, что мы должны иметь безопасную возможность не продать квартиру, а ставить ее в аренде. То есть, например, мы купили квартиру, у нас платеж по ней там 40 тысяч рублей, и мы ориентируемся, что примерно за те же 40 тысяч рублей мы ее сможем сдавать. Но доходность все равно основная получается на перепродаже объектов, как ни крути. То есть мы должны иметь просто возможность не сразу, например, перепродать квартиру, либо, соответственно, иметь различные стратегии. То есть объективно мы покупаем объект ниже рыночной стоимости, правильно делаем ремонт, мобилируем, как в предыдущем ответе сказал, и дальше мы сдаем эту квартиру. И, соответственно, мы получаем, например, те же 40-45 тысяч, ну, те же 40 тысяч расходов, и платеж по ипотеке 40. Но платеж по ипотеке 40, зачастую часто бывает, это еще 20-30 тысяч процентов, и 10-20 тысяч мы можем гасить тело долгое. То есть мы будем делать постепенные моменты. То есть стратегия Buy2Rent подразумевает сохранение нашего капитала, сохранение денег, выбор правильного ликвидного объекта недвижимости и дальнейшая сдача его в аренду с последующей перепродажи, с последующей реинвестиции через несколько лет. Понятно, что, условно, если мы получили, там, условно, 50 тысяч и 50 тысяч потратили, соответственно, 50 тысяч получили аренды, 50 тысяч потратили на ипотеку и 50 все это проценты, а еще купили квартиру дороже рыночной стоимости, то это идиотская стратегия. И, конечно же, нельзя опираться только на ежемесячный платеж по ипотеке. Все покупатели недвижимости для себя, они опираются на ежемесячный ипотечный платеж. Они потому что живут для себя. Но вы, как инвестор, должны учитывать, а, стоимость объекта недвижимости и потенциальный его арендный доход. И уже, следовательно, после этого смотреть ипотеку. Если квартира будет на 50% дешевле рынка, при этом ипотека у меня будет выше арендного платежа, это все равно будет классная, крутая инвестиция, потому что основные деньги я заработаю на перепродаже, а аренда поможет мне какое-то время поздавать объект, дождаться, пока доделается инфраструктура, и потом уже в готовом доме с инфраструктурой, без шума и ремонтов, например, как тут, объект этот продать. Пятый вопрос. Вы узнаете о скидках и сообщаете, или я оплачиваю подбор у вас на сайте и потом узнаете? Это вот самый популярный вопрос по поводу подбора смаранта. На самом деле, все такие, я хочу купить подбор, условно, за 100 тысяч, а вы дайте мне скидку 200 тысяч рублей, да, или там, а купите. Смотрите, подбор смаранта – это консультация, это анализ вашего портфеля, это подбор лучших объектов относительно вашего бюджета и ваших целей, да. То есть, условно, мы подбираем объект относительно вашей цели и задачи в первую очередь, и уже после этого возможные скидки. Потому что я понимаю, что нашему народу русскому очень здорово, что сказать, смотрите, вот есть квартира за 8 миллионов рублей, мы ее купим вам за 7800. Вот вам 200 тысяч рублей скидка. То есть, конечно же, приятно, да, что вот мне выторговали 200 тысяч, и многие брокеры, агенты этим манипулируют. Но на самом деле, важно найти объект по хорошей стоимости, да, и уже если получится с него выбить скидку, то, ну, это как опциональная возможность. Никто никогда не уверен в скидках, потому что скидка – это понятие дело относительное. То есть, сколько квартира стоит, 9 или 10 миллионов рублей? Вот квартира за 9 миллионов рублей без скидки даже от застройщика лучше, чем квартира за 10 миллионов, но со скидкой в 200 тысяч рублей. То есть, условно, например, застройщик даст вам квартиру за 10 миллионов без скидки, но в нулевую ипотеку или там 1% ипотеку – это тоже более выгодное предложение. И понятно, что, ну, не даст он вам никакую дополнительную скидку. Поэтому смарт – это не про скидки, это про выбор лучшего объекта относительно ваших целей, задачи, чтобы он был ниже рыночной стоимости, чтобы вы могли легко выйти, продать этот объект, либо сдать его в аренду, чтобы вы не попали в ипотечную кабалу, да, или не купили условно якобы бизнес-класс, да, на самом деле это же как комфорт-класс, просто застройщик нарисовал красивые рендеры. И скидка – это уже бонусы, которые можно получить в рамках личного общения с менеджером в зависимости от лота, от суммы или от сроки сдачи объекта. Потому что смарт напрямую застройщиками не работает. И это подтверждение. Блин, в проводку попал. Виктор, что с вами идеями по направлению Дубая? Пока на паузе или в проработке, глобально, как вы считаете, нужна ли валютная диверсификация в недвижке, если да, то какие зарубежные направления рассматривать? Первое. Мы сейчас изучаем рынок Дубая, то есть мы не хотим выходить на рынок, знаете, как большинство псевдоагентов, либо там агентств. Мы типа суперэксперты, сейчас мы подберем недвижку, а по факту впаривают все подряд, где застройщик платит комиссию. То есть мы хотим действительно проанализировать рынок, понять интересные лоты, открыть офис, открыть официальную компанию, чтобы она была, да, разработать правильные пакеты для своих клиентов, посмотреть, сколько будет стоить управление, сколько будет, какой вообще рынок аренды сейчас, что из себя представляют. То есть мы сейчас занимаемся большой аналитической работой и собираем информацию. В сентябре мы планируем поехать в Дубай для того, чтобы изучить три города, рассрехаем сам Дубай и Абу-Даби. Извините, я сказал, что типа поехали в Дубай, на самом деле поедем в Арабские Эмираты и будем рассматривать там три города. Пообщаемся с экспертами, пообщаемся с застройщиками и после этого будем, наверное, принимать какие-то последующие шаги. Для себя я точно принял решение, что я за диверсификацию своего дохода, я сейчас рассматриваю себе в портфель загородную недвижимость и рассматриваю валютную недвижимость в Арабских Эмиратах. Рассельхам, скорее всего, возьму себе какую-нибудь там небольшую студию метров сорок с отделкой, пусть она строится. И может быть, да, есть определенные какие-то риски, если ты берешь ее в рассрочку, потому что, ну, мы не понимаем, какой будет курс доллара. Но объективно, я думаю, что это не такие большие риски с учетом потенциального аренного валютного дохода от данной студии, от данной квартиры в развивающемся регионе. Если рассматривать по поводу других стран и регионов, мы рассматриваем Мехико, Мексику активно. И действительно, это интересно, может быть, тоже для выхода туда компании. И, соответственно, район Индонезии, Джакарту, то есть мы смотрим развивающиеся какие-то районы, а возможно, мы постихоньку будем это изучать и туда выходить в каком-то формате с партнерами или без. С точки зрения европейской недвижимости, пока все в подвешенном состоянии, поэтому, наверное, я думаю, что пока не будет понятных законов и структуру, как могут покупать россияне, и смогут ли забрать у граждан РФ там недвижимость, я думаю, и рисковать, и вкладывать туда деньги бессмысленно. Седьмой вопрос. Опять про ипотеку 0.1. Вопрос по субсидированной ипотеке. Например, 0.1 от ПИК. Нет разницы, допустим, левел, ПИК, Инград условно. Предусмотрены какие-то гарантии, что застройщик обязан субсидировать ипотеку, например, лет 30. Или он вдруг через пару лет может сказать всем спасибо, кому я должен, прощаю. Есть ли эти гарантии, где они фиксируются? Объективно, я никаких гарантий не нашел. То есть у вас есть договор с банком, и банков субсидирует застройщик. Объективно, как раз-таки, я тоже вижу риски в ипотеке 0.1, что если застройщик-юрлицо условно обанкротится, то вам, соответственно, дальше нужно будет платить эту ипотеку по рыночной стоимости, то есть ставка ЦБ плюс несколько процентов. То же самое аналогично, как с IT-ипотекой. Потому что покупая квартиру в IT-ипотеку под 5%, ее хотят снизить до 3%, вы действительно все равно рискуете. Потому что если вас уволят с работы, и вы не устроитесь в IT-компанию, которая аккредитована Минцифрой, то у вас возникают как раз риски. Вам, соответственно, пересчитают ипотеку как ставка ЦБ плюс 3 года. Говорят, хотят сделать это ограничение на 5 лет. Что если вы 5 лет отработали в IT-компании, то с 6 года нет никаких проблем. Но здесь субсидируют в IT государство. С точки зрения застройщиков, я думаю, что это большой риск. Ипотеку связан с тем, что действительно, купив квартиру в 01, вам при банкротстве этого застройщика, да, условно, могут пересчитать. Потому что банк ничего не субсидирует. Банки на себя риски эти не планируют брать. Может быть, действительно, и в этом есть весь подвох данной субсидированной программы. Поэтому я всегда, как сказать, рекомендую вам все детально просчитывать перед тем, как влазить в ипотеку 01. Восьмой вопрос. Мы его разбирали в нашем закрытом чате в Telegram для спонсоров. У нас, потому что для спонсоров канала каждый четверг мы проводим закрытые эфиры в Telegram, в котором мы разбираем тоже ваши вопросы, отвечаем, но в целом дискутируем. И был вопрос, что лучше взять с целью несколько лет пожить, а дальше передать в аренду. Планируем, соответственно, планируем продавать ее потом через лет 10. Ну и, соответственно, вопрос по поводу тоже там нулевой ипотеки. Луды планируют взять нулевую ипотеку. Если вы хотите взять себе лот, какое-то время пожить и дальше сдавать, то я бы отталкивался от цены в первую очередь. То есть, чтобы была рядом станция метро и чтобы была минимальная цена. Пусть это даже однушка 32 метра, окей, или там 34 метра. То есть, я бы отталкивался, чтобы взять недорогой лот, а вам все равно его будет проще продать, чтобы он был с отделкой. Вы, соответственно, купили, какое-то время пожили, подкопили денег, уже, соответственно, там построили, купили себе там побольше квартиру, двушку, трешку. Эту квартиру оставили в аренде, особенно если она в нулевой ипотеке. И, конечно, с вашим застройщиком ничего не случилось. То есть, нет смысла переплачивать. Есть единственный смысл переплачивать, только если один из лотов находится прямо возле вашей работы, и вам не нужно будет тратить огромное количество времени на транспорт. Но если вы планируете добираться на метро и не уверены, что там не поменяете работу в течение нескольких лет, то отталкиваемся от цены, важно, чтобы была станция метро. Минимальная площадь лучше это евроформат, чтобы себе было удобнее, была небольшая кухня-гостиная, спальня, санузел. И условно, чтобы все-таки лот сдавался пораньше, чтобы вы могли быстрее в него переехать. Виктор, подскажите, где есть инвест? Есть ли инвест в ЖК Головинские пруды или в каких-то там проектах левела, а бюджет в районе 10 миллионов рублей здесь, соответственно, или какой-то еще другой ЖК? Ребята, на этот вопрос невозможно ответить, потому что мы не понимаем, какая у вас цель, какая задача. Там, условно, если инвест, понимая, люди, соответственно, рассматривают стратегию перепродажи. Стратегию перепродажи на 100% лезть сейчас нельзя. Ну, нельзя. Если вы заходите с целью инвеста перепродажи, то у вас сейчас огромное количество рисков. И я вижу, что, например, если там 10 700, да, а, скорее всего, бюджет взнос там 2-3 миллиона рублей. В остальное время вы хотите платить ипотеку. А что, если не получится перепродать? А что, если у вас ипотека даже съест всю вашу прибыль, там, не знаю, купили за 10, продали за 13, но за там 3-4 года ипотека съела всю вашу потенциальную прибыль? Является ли это инвестом? То есть, очень много рисков. Чтобы снижать риски, лучше брать квартиру с отделкой, потому что, например, те же У на Головинской пруды без отделки. Плюс потенциально ценник растет. На самом деле, я бы, наверное, уже там не рассматривал те же У на Головинской или Левел. Давай. Я как художник, но только у меня перфорадор вместо красок и кистей. Например, тот же ЖКУ на Головинской пруды или Левел проект, они практически все без отделки. Продать квартиру без отделки все равно значительно сложнее будет. Либо нужно будет искать деньги на отделку. А это там кэш и это там несколько миллионов рублей. Поэтому объективно нужно понять сначала для вас, что является инвестом. Понять, сколько у вас есть денег. Сколько вы готовы платить ипотеке, если вы хотите брать лот в ипотеку. Потому что если у вас кэш и стопроцентная плата, то вообще просто не нужно открывать сайты застройщиков. И нужно смотреть варианты по переуступке. Потому что они идут значительно дешевле. И квартиру в том же бизнес-классе можно найти в сданной очереди дешевле, чем продается у застройщика со сроками сдачи 2024-2025 год. Поэтому объективно на этот вопрос нельзя ответить. Есть очень много но. Но выбирать сейчас стратегию в перепродажу очень опасно. Есть много рисков и есть риск, что вы не выйдете из инвестиции вовремя. Дальше ипотека съест вашу прибыль. Следовательно, это никакая не инвестиция. Но может, по крайней мере, деньги сохранить. И десятый вопрос. Я как его оставил, потому что, видимо, это индивидуальный вопрос. Виктор, сделайте, пожалуйста, крутое видео про дом, где вы живете. Крутой ЖК Виктора Зубика. Крутой ЖК для жизни инвестиций. Расскажите, пожалуйста, какой ЖК выбрали. Чем руководствовались перед выбором? Смотрите, первое. ЖК, который выбрал для жизни, для покупки. Есть, но я объективно рассказать не могу. Потому что это будет являться прямой рекламой по факту данного застройщика. Потому что, там, Виктор проанализировал доходность, посмотрел, там, риски. Выбрал ЖК и, условно, планирует его там купить. Это будет прямая реклама. Я, соответственно... Когда же он, блядь, все эти дырки просверлит? Я сейчас, блядь, пойду, блядь, я ему этот перфоратор, блядь, засуну. Я думаю, правда будет на моей стороне. Если застройщик, например, там, не согласует хорошие условия и, там, скидку, и я смогу, например, назвать этот проект, наверное, да, мы, там, может быть, в рамках какой-то, там, рекламы согласимся. Но при этом это будет такая честная, открытая реклама. Я про это тоже скажу. Поэтому объективно сказать, какой ЖК я выбрал, я не могу. На канале я рассказываю только людям в личных консультациях. То есть у меня есть спонсоры пятого уровня, которые могут получить каждый месяц со мной личную консультацию. В личной консультации, в личной беседе я готов рассказать, какой ЖК я выбрал, почему, какую планировку и в какую стратегию я планирую покупать этот ЖК. ЖК, в котором я живу, это арендный ЖК. Я думаю, что я подумаю по поводу того, стоит ли делать обзор на этот ЖК и рассказать, почему я выбрал этот ЖК, какие я вижу там преимущества, почему я там сейчас арендую и почему там я не планирую покупать себе квартиру для постоянного проживания. Мне кажется, это хорошая идея. Думаю, что в ближайшее время что-нибудь похожее снимем. Да, если кто-то подумал, что это моя квартира, там, соответственно, сейчас идет ремонт и я здесь проживаю. Нет, мы снимаем очень крутой выпуск в ЖК Скандинавия про меблировку евро-трехкомнатной квартиры, которая уже вышла или выйдет у нас на канале. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, проверить, чтобы стоял колокольчик и следите еще за нашим Телеграмом, потому что нас много на Ютюбе, в Телеграме так много. Рекомендую подписаться на Телеграм. Спасибо большое за вопросы нашим спонсорам, спасибо строителям за то, что мешали нам, шумели, да, смять этот выпуск. Буду очень рад, если вы станете спонсором на канале, подпишитесь, попадете в закрытый чат, а спонсоры третьего уровня практически каждую неделю получают закрытые подборки новостроек с конкретными лотами, ссылками для инвестиций. Ну а с вами был Зубик Виктор, канал Смармут Полинвижимость. Всем спасибо. Пока. Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok